Сегодня мы покажем вам просто безумную тачку, сделанную своими руками. На базе копейки ВАЗ-2101 хот-род пикап. Вообще это все появилось с того, что этот автомобиль был куплен для того, чтобы вытянуть с него мотор и поставить на рабочую машину, на которой мы ездим каждый день в город, и родители на ней ездят. А тут кузов был гнилой, в хлам, вы увидите сами все. На снятый калькулятор видео. То есть по сути это донор был? Да, это был по сути донор, ничего больше он себя не представлял. Отрезали задние крылья, все отогнило. Ну а в дальнейшем, когда я начал ее потихоньку разрезать на металлолом, понял, что ну не могу я так, ну как так-то. Жалко машину стало, и я сказал, что я тебя восстановлю, и все будет в огне. Парочку кусков металла могут спасти все положение. Даже пускай не будет, конечно, полмашины, хотелось бы, чтобы целиком она все была. Ну я думаю, даже это к лучшему. На каком этапе ты понял, что ты хочешь восстановить? Когда хотел отремонтировать багажник, и он просто отпал, и я понял, что надо что-то придумать интересное. И решил вот сделать пикап. Ну а потом, соответственно, полез в переднюю часть автомобиля, и там отрезалась тоже половина машины, и получился хот-род. Вот, никаких рисунков вообще ничего не мало, ну чисто вот так вот, все на ходу придумывалось, все врезалось. Никаких чертежей, ничего, ни расчетов. Вообще ничего. В точности, как мы собирали снегоход и мопед, все точно так же. А как же эта машина, для которой нужен был двигатель? Мы сняли этот двигатель, поставили туда. Я снял старый мотор из своей машины, немного подшаманил его, и вот он сейчас вот ездит. А, так это здесь старый получается? Да, мотору уже 20 лет, и вот он до сих пор, он уже почти миллион проехал, и он еще ездит. А с какими ты трудностями столкнулся, когда доводил до ума, можно так сказать? Трудность была, как перенести крышу, потому что я все это делал исключительно сам. Просто никто не верил, что этот металлолом может еще жить и делать добрые дела, помогать другим людям перевезти или что-то еще. Я живу в деревне, у нас газа еще пока нет, дров привезти там, на огород съездить. Честно сказать, я поражен, когда первый раз увидел, а сейчас еще узнал, что это все делалось с металлолома. Вообще с металлолома, вот пол у нас, вот это вот газовая колонка, когда-то раньше была, советская. Использовала все, что было под рукой вообще. Решетку мы сделали с двух гладильных досок, старой высечки с нержавейки и молдингов от Жигулей. Капот у нас стоит троечный, был вырезан по такому стилю. Бампер у нас от Сузуки, джипика сгорел при обстрелах. Фары от грузовика старого. Козырек это у нас высечка обычная, наверное, с нее какие-то шайбы делали. А почему идея была именно перенести крышу, а не оставить, как она есть и отрезать заднюю часть, как многие делают? Да потому что я хотел себе маленькое ровное стекло, как на футроде. Интересно было, чтобы стиль перетекал именно вот в плавную. Из-за отсутствия металла пришлось ставить кусок шкафа, потому что не было вариантов. А старые мои двери, вот они, теперь держат кусок основы. Двери на минуточку, передние. Просто перенесли задний кусок крыши, поставили наперед и доварили до нее просто с заднего двери арку. И вставили те же самые стекла, родные. Перенесли бак на другую сторону, на мою. Это горловина со скутера. Мы обрезали кусок бака и вварили сюда, можно сказать, на штатном месте, просто в дверь врезанную. Можно увидеть, что двери тут еще остались. Вот они. Даже замки я не поснимал, просто заглопнул вот так вот дверь и заварил ее. Мы уже как-то рассказывали вам про приложение Баду. Так вот, мы там знакомимся с единомышленниками, которые узнают нас. Мы с ними общаемся, они, кстати, советуют классные фишки. И, конечно, часто спрашивают, не фейки ли мы. Друзья, вот посмотрите, у нас в профиле есть галочка. Это значит, что мы подтвердили наши соцсети и фото. И что мы настоящие. И, признаться честно, мы знакомимся только с подтвержденными пользователями. Как-то приятнее общаться с теми, в ком ты уверен, что человек реальный. Кстати, забавно, но наш подписчик Леша там со своей девушкой познакомился. Мы у него спросили как-то, не боялся ли он, что при встрече увидит совсем другую девушку. Ну, знаете, фейстюны там всякие. Он сказал, что не боялся, хотя сомнения вначале были. И эти сомнения как раз галочка в профиле развеяла. Ведь страница подтвержденная, так что все окей. Ребят, я что-то от темы отошел. Так что давайте с вами знакомиться в Баду. Крышка. Ну, крышка это у нас временно такая, дровяная. И там ее можно снимать и возить людей в кузове, вот ручка приготовлена. Ну, это прикольно, в кузове можно кататься где-то. Да, да, да. Заднее окно у нас, это вообще боковое окно. И к ним приделаны две форточки. Так как родное уже не помещалось. Из-за того, что крыша была занижена. Была отрезана где-то сантиметра два или три. Разварки, это еще мои первые. Делались это вообще разварки на квадроцикл. Потом они стояли на ход-роде с мотором с Ижевским. А теперь они уже катают здесь. А где ты используешь эту машину вообще? Насколько часто ей пользуешься? Я пользуюсь ей буквально каждый день. То есть на работу, по делам каким-то, в город просто, на гульки, по деревне. Просто дать жизни можно там на ней. Рубануть дерево и как бы особо жалко не будет. Потому что обшивки ничего особо нет. Можно все выровнять быстро. А зачем здесь свечи стоят? Для того, чтобы пламя с трубы фигачило. У водителя сразу получается диван. Да, как в 21-й волн. И места больше, можно ездить втроем. При хорошем желании можно и в четвером. Даже дворник есть. Причем ручной. Тут, короче, подсидуха передняя. Спрятана DVD-шка. Ну, пока она там под сидушкой. А потом ей будет более достойное место. Да. Здесь будет стоять. О, супер. Насколько вообще дорого обошлось сделать такой вот рот? Если брать без работы, купленный материал, то где-то тысяч, наверное, 10. Ну, так это недорого совсем. Это копейки. У людей запчасть может одна столько стоить, когда машину свою строят. А вообще, эту идею ты откуда-то взял или сам придумал? Посмотрел в интернете, посмотрел, что такого нет. И решил сделать то, что уже получилось. Я хочу себе сделать вообще настоящий ход рот. В комментариях многие пишут, что, типа, ты пересмотрел безумного Макса и оттуда взял идею. Да, нет, я даже и не смотрел этого фильма. Особо тут ничего такого крутого пока нет. Ну, это только пока в дальнейшем у нас идет. Довольно-таки неплохая переделка ее. В общем, это только начало. Получается такая вот корчма. Поехали, дадим угла. Ну что, мы сейчас немного грызанем пару бедаков. Это и современную грызанем. Друзья, дадим угла. Опа, опа, опа Ну это вообще круто Полный разворот А что ты думаешь, если мы совместными усилиями соберем электрический криосаномобиль? Ну а пока посмотри, какой мы сделали электровелосипед из болгарки на солнечных батареях Подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями Ведь ваше внимание это лучшая мотивация для нас снимать крутые видосы Субтитры сделал DimaTorzok